Родник есть, а воды в кране нет. В деревне Горностаевка Елховского района жители уже год испытывают на себе последствия странного парадокса или чьего-то нежелания делиться. Водоразборная колонка в населенном пункте также имеется, только вода течет из нее почему-то мутная. Местные администрации, впрочем, уверяют, что нормам и требованиям она соответствует. Тем временем на жалобы отреагировала рабочая группа регионального отделения Народного фронта и приехала с проверкой. В ситуации разбиралась и наша съемочная группа. В деревне Горностаевка Елховского района живет 140 человек. На центральной улице несколько водоразборных колонок и надпись на табличке «Воды нет». У нас воды нет. В роднике вода есть. Там есть колодец с родника. Видно, что вода идет. Но куда она девается? Перебой с водой здесь не редкость. Во время засухи в 2011-м подключили новую схважину. Но теперь она почему-то отключена. Я приезжала с работы, мне даже постирать нечем было. Не то, что постирать, не чаю попить, не покушать, сварить. Мы ходили на речку за водой. Воду техническую набирают расположенной неподалеку реке Кондурче. Ее же и пьют. Понятно, люди просят родниковую воду. Понятно, каждому охоту родниковую. Но когда провели лабораторно-исследование родниковой воды, она оказалась еще хуже, чем скважина. Да, да, да. Вы можете смеяться, вы можете возражать, но у нас есть лабораторные заключения. На обращение жителей отреагировало рекотделение Народного фронта. Мы должны понимать, что это все наши жители Самарской области. И как говорил наш губернатор, нужно слышать и слушать людей. И сегодня мы должны понять, как администрация одного района и второго это понимает. Хорошая вода здесь, да. Вот примерно с таким налетом от водичек. И эту жижу, а иначе ее не назовешь, в Горностаевке пьют. Правда, после долгого отстаивания и кипячения. Набрать хотя бы ведро довольно сложно. Уровень воды слишком низкий. Вот у меня деду 78-й год. Он спустится, баклажки наливает, я ношу. Или соседские внуки таскали. Вот. Вот так живем. У кого машина есть, кто куда ездит. А уж не говоря про то, что там постираться это хоть из речки бы как-нибудь. Рабочая группа УНФ взяла пробы из родника и скважин. Что внутри и насколько оно безопасно, покажет экспертиза. Мы будем следить за ситуацией. Мария Шпакова, Александр Каракулько. Новости губернии.